Дети наших кумиров. Как они росли и кем стали? Со стороны кажется, что дети знаменитых актеров должны быть счастливыми уже по факту своего рождения. Но на самом деле их судьбы складываются по-разному. Почти все наследники кумиров с горечью признаются, что в детстве им не хватало главного – внимания вечно занятых мамы и папы. Алиса Фрейндлих, дочь Варвара Свою единственную дочь Алиса Бруновна родила, когда ей было уже 33 года, а мужу, актеру-режиссеру Игорю Владимирову и вовсе под 50. Родители с утра до ночи пропадали в театре, а с маленькой Варей сидела бабушка – Ксения Федоровна Фрейндлих. «Она буквально вцепилась в меня, подарив всю себя без остатка», – вспоминает Варвара. К сожалению, через три года бабушки не стало. У Вари появилась няня, кстати, ее тезка. Сначала все шло прекрасно. Варвара-старшая обожала младшую. Алиса Бруновна полностью ей доверяла. Но потом в семье начались проблемы. Брак Фрейндлих и Владимирова затрещал по швам, а тут еще няня увлеклась спиртным. Будучи в подпитии, она срывала раздражение на своей подопечной, иногда даже распускала руки. Когда Алиса Бруновна узнала об этом, няня немедленно получила от ворот поворот. Варе было уже 11 лет, и Фрейндлих решила, что дочь вполне может хозяйничать дома. За уборку и мытье посуды девочка даже получала небольшую зарплату. Развод родителей Варя пережила очень тяжело. Вскоре Алиса Бруновна вышла замуж за актера Юрия Соловья. Отчима, который был на 15 лет моложе матери, Варя не приняла. При любой возможности она убегала в театр, чтобы пообщаться с папой. «Меня никто не контролировал, я отставала в учебе по многим предметам», рассказывает Варвара Игоревна, но мать была для нее безусловным авторитетом. Самым страшным наказанием было, если мама переставала со мной разговаривать. В 14-летнем возрасте Варя Владимирова снялась в кино. Это была музыкальная картина «Лишний билет». Но связывать судьбу с искусством девушка не собиралась. Даже заявила, что ей без разницы где работать, только бы не в театре. Однако впоследствии Варя изменила свое мнение и поступила на актерский факультет Лгитмика, где преподавал отец. Получив диплом, Варвара столкнулась с дилеммой. Отец звал ее в свой театр имени Ленсовета, а мама – в БДТ. Чтобы никого не ущемить, она устроилась на один из ленинградских телеканалов. Узнав об этом, Игорь Петрович на какое-то время прекратил общаться с дочерью. Избранником Варвары стал бизнесмен и политик Сергей Тарасов. Для него это был второй брак. В новой семье появилось двое детей – Никита и Анна. Супруги прожили вместе 15 лет и развелись. В творческом багаже 56-летней Варвары Владимировой два десятка киноролей. Правда, в основном второго плана. Сегодня она снимается в кино, играет на сцене БДТ, ведет передачи на телевидении, а еще занимается бизнесом. Ирина Муравьева, сыновья Даниил и Евгений Ирина Муравьева, звезда культового фильма «Москва слезам не верит», никогда не ставила карьеру выше семьи и детей. Со своим единственным супругом, режиссером Леонидом Эйдлиным, она прожила в счастливом браке больше 40 лет. К сожалению, в феврале 2014-го Леонида Даниловича не стало. Даниил, старший сын Муравьевой и Эйдлина, появился на свет в 1975 году. В кино он начал сниматься еще подростком, правда, это были лишь эпизоды. Получив актерское образование во Франции и России, Даниил продолжил творческую династию. На сегодня его фильмография насчитывает около трех десятков ролей, хотя главных среди них нет. Личное счастье Даниил обрел во втором браке. В 2012 году он женился на актрисе Юлии Крайновой. Совместным ребенком супруги пока не обзавелись, у каждого растет сын от предыдущих отношений. Даниил с Юлии обожают путешествия и нередко участвуют в светских мероприятиях. А вот Евгений Эйдлин, младший сын Ирины Вадимовны, родился в феврале 1983-го. В детстве и юности он сыграл пару эпизодических ролей в картинах своего отца. В 2005 году на экраны вышел фильм Леонида Эйдлина «Счастье ты мое», в котором Жене опять достался второстепенный персонаж. А спустя 4 года Евгений и Даниил приняли участие в документальном проекте, посвященном Ирине Вадимовне. Несмотря на наличие актерского образования, Евгений решил резко изменить жизнь. Уже почти 10 лет он занимается ресторанным бизнесом. Как и старший брат, Евгений вступал в брак дважды. Первая супруга, актриса Вероника де Леон, родила ему сына Леонида, названного в честь деда. Полтора года назад Евгений женился на Полине Епифановой. Девушка моложе на целых 16 лет. Свадьбу отметили в гостеприимной Грузии, которую Полина назвала «Страной любви». Ирина Муравьева не раз рассказывала, что значит для нее «семья и дети». «Материнский инстинкт во мне был очень силен с молодости. Дети для меня все». Сегодня 75-летняя актриса, размышляя о надвигающейся старости, шутит. «Только вы меня одну не бросайте. Я буду мало есть и тихо сидеть в уголке. Но чтобы я была в семье». Анастасия Вертинская. Сын Степан. У красавицы Ассоль всего один сын, которого она родила в браке с Никитой Михалковым. В 1969-м, когда маленькому Стёпе исполнилось три года, его родители развелись. Степан часто бывал в доме Михалковых, общался с отцом и всей знаменитой роднёй. При этом он рос трудным ребёнком, плохо учился и без конца хулиганил. «Я его иногда порола, я себе этого простить не могу, понимаете? Я его растила одна и была то за папу, то за маму, то безумно баловала, то закручивала гайки. Вообще-то мальчик должен хулиганить, понимаете?» Кается Вертинская. Стёп очень дружил с Федей Бондарчуком, который также не отличался примерным поведением. Когда Степану исполнилось 18, Анастасия Александровна не выдержала, позвонила бывшему мужу и заявила, что больше не в силах терпеть выходки сына. Михалков-старший выслушал и решил отправить отпрыска в армию на три года. Стёпа отнёсся к этой идее с восторгом. Он поедет отдавать долг родине, как в своё время папа. Служил Степан Михалков на Камчатке. Вернулся он, по словам Вертинской, другим человеком и сразу же захотел себя реализовать. Парень три года отучился в Инязе, но потом вдруг понял, что идёт не своей дорогой. В начале 90-х Степан Михалков и Фёдор Бондарчук поступили в Московскую международную киношколу, а потом создали собственный продюсерский центр. В нулевых к этому бизнесу прибавился ресторанный. Сейчас Михалков-младший является владельцем нескольких ресторанов высокой кухни, а также сети кафе и булочных. С моделью Аллой Сиваковой Степан познакомился сразу после возвращения из армии. А расписались молодые люди в 1994-м, когда их дочке Александре уже исполнилось два года. Ещё через несколько лет в семье появились сыновья – Василий и Пётр. Увы, наличие троих детей не спасло супругов от развода. Следующей избранницей Михалкова стала модель Елизавета Ильина. Девушка пришла в ресторан, принадлежавший Степану, там они и познакомились. Разница в 17 лет влюблённых не испугала. Степан доказал серьёзность своих намерений. Он не только расписался с Лизой, но и обвенчался с нею. Старшие дети Михалкова отнеслись к молодой мачехе положительно. Лиза оставила подиум и переквалифицировалась в ландшафтного дизайнера. В 2017 году у Степана и Елизаветы появился совместный ребёнок – сын Лука. Семья Степана Михалкова живёт в элитном подмосковном посёлке Жуковка. Анастасия Александровна Вертинская в нынешнем году отметит свой 80-летний юбилей. Она уже прабабушка. Наталья Фатеева. Сын Владимир, дочь Наталья. Наталья Фатеева в своё время считалась одной из самых красивых актрис отечественного кино. Для стильной, похожей на иностранную диву брюнетки, на первом месте всегда была карьера. В 1959 году Фатеева родила мальчика, который получил имя своего отца – известного актёра и режиссёра Владимира Басова. К роли матери Наталья оказалась абсолютно не готова. Ребёнком занималась нянька. Через три года брак с Басовым развалился, и Фатеева отправила маленького Володю в Харьков к своим родителям. В Москву Володя вернулся, когда настала пора идти в школу. И мама отдала его в интернат. На тот момент она была замужем за космонавтом Борисом Егоровым. Мальчик очень страдал, ведь ни мать, ни родной отец им особо не интересовались. В интернате Володя пробыл до подросткового возраста, а затем мать перевела его в школу с углублённым изучением иностранных языков. Правда, учился Владимир неважно, с трудом дотянул до аттестата. Зато успел сняться в двух детских фантастических фильмах – «Москва-кассиопея» и «Отроки во вселенной». Через некоторое время Басов-старший наладил отношения с сыном. А в дальнейшем помог ему получить актёрское образование. Задействовал в своих фильмах. Сегодня Владимир Владимирович известен как талантливый режиссёр, сценарист и продюсер. Его женой стала единственная любовь – одноклассница по имени Ольга. Фатеева была категорически против этой свадьбы. Не обрадовалась она и рождению внука. Молодым пришлось уйти на съёмную квартиру, которую оплачивал Басов-старший. Сейчас Ольга Басова работает вместе с мужем. В 2023 году на экраны вышел их совместный сериал «Тайная жизнь Маргариты». Что касается дочери Фатеевой, Натальи Егоровой, то родилась она в 1969-м. В детстве Наташа повторила судьбу старшего брата. Сначала мать отвезла её в Харьков, затем устроила в интернат. Девочке не исполнилось и 16-ти, когда она влюбилась в Максима Коробцова, сына оператора, и забеременела от него. Фатеева испытала настоящий шок, тем более, что делать аборт было уже поздно. Наташа родила мальчика, и мать заставила её бросить малыша в роддоме. И только Владимир, старший брат Наташи, не смог смириться с печальной судьбой своего племянника. Он позвонил родителям Максима Коробцова, сам новоиспечённый папаша в тот момент проходил армейскую службу. Бабушка с дедом немедленно забрали малыша и записали его на себя. Сейчас Евгений уже взрослый человек, с родной матерью и звёздной бабушкой никакой связи он не поддерживает. О нынешней судьбе Натальи Егорова известно крайне мало. Проживает в Балашихе, замужем за человеком намного старше себя, детей не имеет. Три года назад Фатеева перенесла серьёзную операцию. Сын и дочь постоянно находились рядом, ухаживали, но потом всё вернулось на круги своя. Строптивая актриса указала детям на дверь. Владимир Владимирович давно смирился с ситуацией и не осуждает мать. Такой уж у неё характер, ей удобно быть наедине с собой. Мы с сестрой ей никогда не были нужны, ни в детстве, ни сейчас, так же, как и внуки. Когда Наталья Николаевна болела, мы с сестрой были с ней и дома, и в больнице. Мы помогали, потом ей стало лучше, и она решила, что мы бремя. Дети ей надоели, она спровоцировала ссору, поэтому мы не общаемся. Мама слишком безразлично относится к людям. Сама Наталья Николаевна считает, что сын выдумывает какие-то глупости. Увы, дожив почти до 90 лет, она так и не сумела стать близким человеком для собственных детей. Евгения Симонова, дочери Зоя и Мария и приёмная Дарья 69-летняя Евгения Симонова до сих пор напоминает принцессу из «Обыкновенного чуда». Такая же трогательная, милая и в то же время смелая и решительная. Актриса вырастила двух дочерей, которыми очень гордится. Старшая Зоя родилась в 1976 году. Евгения и её муж, актёр Александр Кайдановский, постоянно были заняты на репетициях и съёмках, а малышку нянчила бабушка. Мама оставила любимую работу ради меня, дала мне возможность много играть, на ней всё держалось. Единственное, я позволила себе только роскошь работать и никуда не ходила, не ездила на фестивали и не любила это дело. И всё отпускное время, если оно было, проводилось с Зоей, вспоминает Евгения Павловна. Зои было 4 года, когда её родители развелись. Долгое время девочка хранила обиду на отца и практически с ним не общалась. Даже хотела взять фамилию отчима, Андрея Эшпая. Но потом сама позвонила папе и произнесла «Здравствуйте, я ваша дочь». Так их общение возобновилось. Правда, вскоре Зоя поняла, что у отца жуткий характер. Зоя Кайдановская окончила ГИТИС и продолжила актёрскую династию. Вместе с мамой она играет на сцене театра имени Маяковского. Снимается в кино и работает на телевидении. Отчим Андрея Эшпай постоянно зовёт Зою в свои картины. Сегодня она замужем за бизнесменом Александром Быковым. Это её третий брак. В семье растёт дочь Соня. Кроме того, у актрисы есть сын и дочь от предыдущих браков. В январе 1986 года у Евгении Симоновой родилась вторая дочь Мария. С отцом Маши, режиссёром и сценаристом Андреем Эшпаем, актриса счастлива и по сей день. Музыкальный талант достался Маше от деда, знаменитого советского композитора Андрея Яковлевича Эшпая. Девушка получила образование в России и Дании. Сейчас она известная пианистка, лауреат международных конкурсов. Детали своей личной жизни Мария Эшпай тщательно скрывает от вездесущих СМИ. Лишь однажды Евгения Павловна проговорилась, что её младшая дочь замужем. В 1990-м у Симоновой появилась приёмная дочь Даша, о которой долго не знали журналисты. Мама девочки, актриса Людмила Коршакова, подруга Симоновой, умерла, и 12-летняя Даша могла оказаться в детском доме. Симоновой удалось оформить опеку над девочкой, хотя это было очень непросто. Дарья благодарна Евгении Павловне. «Тётя Женя заботилась обо мне как о родной, никогда не делала различий между Зоей и мной. Она вся такая нежная, хорошая, добрая». Евгения Павловна говорит, что счастлива, что её дочери нашли свой путь, и она очень жалеет, что не родила ещё ребёнка. Детей должно быть больше, если есть малейшая к этому возможность. Друзья, ставьте лайк, если вам понравилось видео, а также подписывайтесь на наш YouTube-канал.